Добрый день, дамы и господа. Я очень рад вас здесь, в Казани. Я продолжаю английский язык, но, как сказал господин Бритто, если у нас есть вопросы, пожалуйста, по-русски или по-английски, как вам удобно? Как британский посол в России, мне есть что вам сказать, как послу. Но почему я пришел сегодня сюда, это не только говорить, но и слушать тех, кто находится в этом зале. И это будущее поколение России, это поколение, с которыми мои коллеги будут работать в следующие 20-30 лет. И поэтому я здесь. И, наверное, это самое важное, почему я присутствую сегодня здесь, в Казани. И, пожалуйста, задавайте вопросы, думайте, что вы думаете, комментируйте. Что бы я хотел сказать сегодня, это поговорить о том, как Великобритания и Россия работают вместе. Вся моя подготовка в политике, и мы знаем, что политика – это очень сложный момент на настоящее время, но это не должно нас смущать. У нас есть разногласия во мнениях, в точках зрения, но мы должны об этом говорить. И мы должны говорить об этом открыто и с уважением, и я буду очень много возвращаться к этому. Я уже обсуждал это с своими российскими коллегами. Если у вас есть вопросы касательно политики, пожалуйста. Это очень тонкий вопрос, очень сложный вопрос для всех, но я буду рад ответить на все вопросы. Ответить на вопросы по поводу Брексита, выхода из Евросоюза, если вас это интересует. О чем я хотел поговорить сегодня, когда мы работаем вместе, вместе, успешно, когда Великобритания, Татарстан и Россия могут работать вместе. Я приехал в Казань, потому что Казань – это столица образования, это столица инноваций, это столица спорта, столица бизнеса. Регион постоянно занимает самые высокие положения в таблице инвестиций в Россию. И я привез с этим компанией из Великобритании, потому что они высоко ценят качество образования молодых людей здесь, особенности молодых людей. И компании приходят сюда, потому что они хотят работать именно с вами. И что это за компания? Например, это компания JCB, которая занимается разработкой оборудования для строительства. Компания, которая публикует книги «Британские авиалинии». У меня также со мной коллеги из области туризма, которые… Со мной приехали коллеги из консульства, которые путешествуют по всему миру, и российские консулы занимают три ведущих положения в мире. Со мной также команда из посольства, которые… Семь из них ответственны за организацию чемпионата мира по футболу в 2018 году. И тысячи людей приедут в Россию, и многие из них приедут в Казань. Я надеюсь, что это будет очень хорошее время. Я думаю, вы любите футбол, и мы будем наслаждаться этим событием. И я надеюсь, что и вы тоже будете этим наслаждаться. По меньшей мере, двое из моей делегации – это российские граждане, и они граждане Татарстана. И что мы пытаемся принести своей миссией – это привнести определенный импульс между развитием отношений между Россией, Татарстаном и Великобританией, принести новую энергию в наши отношения. И я встречаюсь с премьер-министром, я открываю форум по бизнесу, мы открываем кинофестиваль, мы открываем романтической комедией, мы встречаемся с представителями Иннополису, где работают ведущие, ученые. И завтра я буду посещать Татнефть и КАМАЗ, которые находятся за пределами города Казань. Там тоже будут определенные мероприятия, семинары по британскому законодательству. Почему? Потому что российские компании, татарские компании, татарстанские компании используют британское законодательство для того, чтобы лучше вести бизнес с этими компаниями. Это фундаментальные основы кооперации в условиях глобальной экономики. И мы работаем с российскими коллегами и призываем их изучать законы. Мы представим британские образовательные компании, представим школы и университеты, мы будем проводить встречи компаний, представляющих бизнес и спорт, мы будем встречаться с министром спорта в Казани-арене. Этот стадион был построен при помощи, с привлечением британским архитекторов. Этот стадион привлекает еще и Ливерпульский футбольный клуб. И мы привлекаем туризм в Великобританию, поэтому мы встречаемся с туристическими компаниями. Так же, как Толстой является одним из ведущих мировых писателей, представляющих российскую и русскую литературу, мы отмечаем 400-летие со дня смерти Шекспира в Англии. Я бы хотел видеть сотрудничество в трех областях, больше всего. В первую очередь, это образование и наука. Существует более 3,5 тысячи студентов по программе Алгарыш, и они также направляют студентов в другие страны мира. Это недостаточно. Мне бы хотелось видеть больше студентов. Мне бы хотелось, чтобы британские студенты также приезжали учиться в Россию. Мы посылаем 30 студентов из России в следующем году по программе, магистрских программах. Мы планируем увеличить число стипендий в следующем году. Мы хотим видеть больше заявок из Татарстана, из Казани. Это возможно, и мои коллеги поговорят с вами об этом, если вас это интересует. Мы ищем лидеров будущего, с которыми мы будем работать в следующие 30-40 лет. Ваш университет уже работает с большим числом университетов в Великобритании, включая открытые университеты Кембридж. Я знаю и другие университеты в Татарстане, которые работают по таким же программам. Например, это архитектурный университет, который работает, сотрудничает, и это Иннополис, который работает с исследовательским институтом в Нью-Касле. Мы развиваем партнерство, поэтому мы и приехали сегодня. Британское консульство планирует удвоить количество заявок и количество выделенных стипендий. Мы хотим работать с вами, чтобы вывести на международную арену образование и науку в Российской Федерации. У нас огромное количество контактов по всему миру. Когда мы начинали 30-40 лет назад, мы работали с коллегами из Европы, Америки и Китая, но тогда не было такого большого количества коллег из России. А теперь мы делаем это не просто потому, что это хорошо для вас, но в первую очередь мы думаем, что это хорошо для нас. Поэтому мы развиваем это направление. Министерство иностранных дел в Великобритании, включая научного советника, описывает это следующим образом. Нам необходимо работать с вами, потому что вы думаете по-другому, и это помогает нам решать проблемы. Это один из примеров. В Великобритании большое число лоберевских лауреатов. Двое из них – это очень успешные физики. В Манчестере в Манчестере Нобелевская премия была присуждена за двухмерные измерения. Я не знаю, что это, но я думаю, физики это понимают. Английский язык, конечно, это отправная точка, которая касается всех в мире. Но российское правительство в плане образования смотрит улучшение представления российской науки в мировом пространстве. Это глобально важный журнал, который называется Nature, рассматривает возможности, как привлечь российскую науку, поскольку она имеет огромные возможности. Второе – это культура. Это программа, которую британское консульство осуществляет совместно с российским правительством. Это сотрудничество между Россией и Великобританией. Как часть этого развития – это литература. Единственный портрет Шекспира, который мы знаем, нарисованный при жизни, был сделан, когда впервые за 400 лет портрет Шекспира, который был написан при его жизни, приехал в Москву. И это один из самых известных выпускников Казанского университета Толстой. Это была выставка, проведенная в Великобритании в этом году. И это обмен, это непростое совпадение, это результат совместной работы. И, конечно же, сотрудничество между музеями России и Великобритании – это важный аспект развития культуры. Это еще одна выставка, которую я должен упомянуть в Британском музее, которая проводится. Это выставка достижений в области космических разработок. И если Россия хочет показать и объяснить ценность достижений, то Лондон – это самое подходящее место для того, чтобы их продемонстрировать. Мы понимаем, интерпретируем для себя, что происходит, когда ракета отправляется в космос. И это все началось еще во время Холодной войны, но, тем не менее, первым космонавтом был советский человек, который открыл дорогу в космос. И это выставка, которая проводилась, в том числе и на ВДНХ. Говоря о культуре, я должен упомянуть BBC. И одним из успехов в прошлом году была экранизация войны и мира. Это человек, который написал сценарий, посетил Москву в этом году, посетил выставку, книжную выставку в Москве. Помимо культуры, у нас в моей делегации присутствует человек из фестиваля этнокультуры и этноискусства. И я бы хотел показать и объяснить людям в Лондоне, что это за город, почему это такой город, почему он так открыт для других культур. Особенно, когда мы меняемся, когда мы решаем, какие отношения с Европейским Союзом и международными партнерами мы хотим выстраивать. Я думаю, что это предполагает, что культура не статична, она всегда привносит что-то новое, творческое. И это то, над чем каждое поколение должно работать. И последнее, это бизнес. Экономика в России находится на спаде в нескольких секторах, о которых мы знаем. Вы спросите, почему со мной присутствует и бизнес-делегация, поскольку все наши бизнес-контакты не подвергаются только санкциям. Потому что бизнес – это важно, потому что важно, как будут жить семьи и представители следующих поколений в будущем. Россия – это седьмой по масштабу инвестор, и не потому, что это просто огромный рынок нефти и газа. Это в первую очередь касается работы и качества услуг, которые производят российские сотрудники. И я был очень удивлен сегодня утром, когда я увидел электрозарядник для автомобилей. И Shell открыл первую автозаправку в Казани, и там тоже есть электрозаправщик. И через 20 лет мы будем путешествовать совершенно иначе, если сравнивать те возможности, которые у нас есть сейчас. И за следующие 20 лет все изменится. Бизнес – это в первую очередь идеи, представление идей, которые позволяют людям реализовать свой потенциал. И контакты, которые мы налаживаем посредством бизнеса, посредством образования, культуры, абсолютно важны для сегодняшнего дня и для будущего. Это приводит меня к моей последней точке. Мы общались с ректором, и я уже говорил, что это моя самая важная встреча в Казани, поскольку эта встреча дает нам задел на будущее. И все университеты, по большому счету, это фабрики, которые создают связи между знанием, мыслью, устойчивым будущим. И когда мы выстраиваем эти связи, мы, я думаю, должны остановиться на этом и предоставить возможность вам прокомментировать или задать вопросы. Спасибо. Спасибо большое, господин посол. Уважаемые коллеги, здесь в зале очень большое количество наших студентов, как раз тех людей, которые будут, как только что было сказано, формировать будущее наше, в том числе и будущее наших взаимоотношений. Поэтому, пожалуйста, у кого есть какие-то вопросы, причем по любым областям, пожалуйста, там вот рука поднята. Можете на русском, можете на английском, поскольку разницы никакой нет. Так, пожалуйста. Большое спасибо. Для нас удивительно, что мы видим вас и у нас встреча с вами. Я студентка Института международных отношений, и для нас большая честь присутствовать здесь. И мой вопрос не о политике, это вопрос к вам, как к дипломату, как к послу, который посвятил много лет работе в международной политике. Я хотел бы узнать о вашем опыте в международной политике, основные принципы этой работы, что является важным для дипломата, в работе дипломата. Да, это очень-очень хороший вопрос, действительно. Что я еще могу сделать, это попросить своих коллег сказать пару слов. Мы работаем вместе в посольстве, и он один из наших самых молодых дипломатов. Я его представляю здесь впервые. И ответ может быть очень сложным для меня, но я попробую ответить. Я в первую очередь дитя холодной войны. Когда я родился и начал работать, это произошло после запуска ракет на Кубе, и в 1989-м, это дата очень важная, это было то время, когда я начал работать. И 1989-й год, это был, когда коммунистический режим в Восточной Европе интегрировал. И два года спустя Советский Союз развалился. И я работал именно в это время. И вы можете себе представить, как это было, как мы налаживали контакты. Но то, что сформировало понимание моего поколения, я начал работать в дипломатической службе, и мы видели те изменения, которые происходили в течение нескольких лет. И спустя 20 лет это все еще очень важно. И для меня, в моей жизни, до сих пор важно. И это то, как мы смотрим на международную систему. Мы до сих пор понимаем последствия 1991-1992 года, когда мы для России, для Запада, для Великобритании. Это самое важное, что произошло с 1989 года в мире. И мы до сих пор работаем на этих принципах. Это самая сложная область международных отношений. Но впервые я выехал из Великобритании, когда пал режим Чаушеско в Чехии. И было очень сложно наблюдать ситуацию в Европе. Но то, что я для себя почерпал из этого, если мы... Я не рос в такой системе. Я наблюдала ее извне. Но для тех, кто... Те, кто находились в этой системе, они сами решали, на чем строить наши отношения, в чем мы соглашались, в чем мы не согласались. И мы предпочитали искать решения, а не создавать проблемы. И если вы относитесь к уважениям, и вы, если пытаетесь понять, почему другая страна не идет на компромиссы, или ищет области, в которых они могут пойти на компромиссы, если они ищут общие точки, в которых они могут работать вместе и определяют эти области... А вы как смотрите на то, что было 25 лет назад? Я думаю, 25 лет назад, и через 25 лет мир очень сильно поменяется. И мы уже не говорим о наложении контактов, но фундаментальные принципы, о которых уже говорил посол, это принципы уважения, взаимопонимания. И я думаю, что через 25 лет я буду сидеть в очень похожем зале в моем университете и читать лекции студентам. И я хочу работать в Министерстве иностранных дел, и я надеюсь, что я подал заявку, ее рассмотрят, и я хочу работать дипломатом. И когда я начал работать в Министерстве иностранных дел, я понимал, что это за работа. И это очень отличается от теории, от академических правил, от академических знаний. Но это понимание того, куда продвигается человечество. И это в первую очередь понимание того, как люди взаимодействуют в разных культурах, в разных экономиках. Но мы также должны понимать, что каждый из нас взаимодействует. И как дипломаты мы должны в первую очередь задуматься над тем, как мы взаимодействуем с людьми, как мы общаемся. И когда я был молодым дипломатом, я пытался меняться и набираться знаний для того, чтобы пытаться изменить мир в лучшую сторону. Спасибо за такой полный ответ. Так, коллеги, вопросы, пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Дина. Я представляю Казанский университет. И вы упомянули о программе обмена для магистров. И, возможно, такие программы для бакалавров, программы по обмену. Что бы я вам рекомендовал, это поговорить с моими коллегами. Вот, Анастасия. В целом, наша правительственная программа нацелена на студентов-магистров. Мы ищем тех, кто уже решили, чем они хотят заниматься, и которые могут с уверенностью объяснить и убедить нам, почему мы должны выбрать именно их, почему мы должны пригласить их в Великобританию. У нас есть квоты определенные. Мы не платим за наших студентов. Они сами оплачивают свое образование, свое проживание. Но когда мы приглашаем иностранных студентов, здесь идет жесткий отбор, и поэтому мы не можем платить за бакалаврские программы. Да, мы можем предоставить вам информацию о том, как попасть в британские университеты, если вы хотите получить бакалаврскую степень у нас. Спасибо. Коллеги, какие есть вопросы еще? Вся информация о британских ВУЗах и о механизмах поступления вообще в зарубежные ВУЗы имеются у нас в департаменте, поэтому никаких проблем с этим вопросом нет. Более того, у нас имеется с рядом ВУЗов программы двойных дипломов, но это тоже в основном касается магистрских программ. Так, пожалуйста. Можно с места, не обязательно выходить. Пожалуйста. Добрый день, меня зовут Алла, я представитель Казанского федерального университета. Для нас большая честь присутствовать на данном мероприятии. Скажите, пожалуйста, какие изменения произошли в британском обществе после смены премьера министра? Это как раз политический вопрос, на который господин посол из Ваших уст будет нам приятно услышать, поскольку это прямая трактовка. Пожалуйста. Да, спасибо. Я попробую ответить на этот вопрос. Я должен начать с того, чтобы объяснить то, как работает наше правительство. В 1997-м я был секретарем министерства, и в 1997-м проходили выборы, когда менялось правительство. Правительство уходило, и правительство, которое пришло, все еще хотело остаться в Евросоюзе. И моя работа заключалась в работе с министром иностранных дел, и мы задумались о том, как достичь того, что было запланировано. И я голосовал даже на референдуме за выход из Евросоюза. Но моя работа, как и работа всех моих сотрудников, это доставлять, это осуществлять политику правительству. Это абсолютно важно в нашей гражданской службе. И мы в конечном итоге вышли. Это основа, начало нашей работы. Что я думаю о изменениях. Моя работа в первую очередь заключается в работе на премьер-министра, поскольку на моей последней работе я очень тесно сотрудничал с министерством по вопросам контртерроризма. И у меня есть свои представления, хорошее представление о том, что представляется интересным для нового премьер-министра. Я понимаю, в чем ее политические интересы. И самое важное для иностранной публики – это понять, почему Великобритания проголосовала за выход. И когда Мэй заняла свой пост, она озвучила, почему она понимает желание людей выйти из Евросоюза. Потому что многие не были довольны, потому что работа, присутствие в Евросоюзе не отвечала тем требованиям, которые предъявляли граждане страны. Поэтому это самое главное изменение, на котором мы сосредоточимся в Великобритании в этом году. Если смотреть на ситуацию, когда мы приходили к какому-то соглашению в политическом классе, и когда избиратели не приходили к пониманию работы правительства. Это было то, что помогло правительству понять, что нужно делать. И во второй раз в нашей истории у нас премьер-министром стала женщина. И это некоторым образом меняет наше общество. Спасибо. Возвольте еще один вопрос. Так как премьер-министром стала женщина, по Вашему мнению, какая роль женщины на современной политической арене? Какая роль современной женщины на современной политической арене? У каждого своя точка зрения на этот вопрос. И половина моей аудитории, посмотрите, это женщины, и я должен быть очень аккуратным здесь. И моя точка зрения на это следующая. Самое главное, когда у нас премьер-министр женщина, понимать, что в этом нет ничего особенного. Женщины могут управлять такой страной, как Великобритания. И мы понимаем, что в Америке может президентом стать женщина, и мы уже в Америке был первый черный лидер. И когда мы выбираем лидера, мы выбираем его на основании того, что он может сделать, а не на основании того, какого он пол или какой национальности и расы. Спасибо большое. Пожалуйста. Добрый день. Меня зовут Анастасия. Я студентка Казанского федерального университета, Институт международных отношений, изучая лингвистику. И я хотела бы спросить, будет ли когда-то для российских студентов просто получить визу? Да, я думаю, сейчас для российских студентов это достаточно сложно, но в целом цифры показывают... Давайте лучше я спрошу, как вы думаете, какой процент заявок на визу получает положительный ответ? Я думаю, что 40% получают... Действительно, 96% получают визу. И практически все, кто не получили визу, просто неправильно заполнили заявку. Это не проблема визы, а это проблема выбора университета и проблема финансирования. И я уже... Это ответ на тот вопрос, который я уже озвучивал. Мы не платим за наших студентов университетов, поэтому мы также не можем платить и за иностранных студентов, потому что сумма достаточно высокая. Это первый вопрос. И второй вопрос. Как платить за обучение, а не вопрос получения визы? Спасибо большое. Я здесь хочу присоединиться. То, что прозвучало в ответе господина посла. Вот не раз мы практически не получали никаких отказов в получении как студенческих, так и визы для наших преподавателей по академической мобильности. Это на самом деле... Так, так, пожалуйста, вот здесь вот была рука. Пожалуйста. Только не надо говорить, что мы все там студенты или преподаватели Казанского университета. Если хотите озвучить свой институт, пожалуйста, поскольку здесь только представители Казанского университета. Здравствуйте. Хотела вас еще раз поблагодарить. Малагалиев, не я студент юридического факультета. Вот у меня вопрос насчет спорта. Татарстан и Великобритания развиваются свои отношения в сфере спорта. Например, известно, что Казань и Лена, там британские архитекторы помогали создавать. И вот вопрос, будут ли дальше развиваться отношения Великобритании и Татарстана в спорте. Вот второй вопрос в связи с последними Олимпиады, Чемпионат мира по футболу, скандалы. И хочется узнать то, что ваше мнение, спорт вне политики, это действительно так или нет? Звук очень-очень плохо. Можно повторить первый вопрос? Что? Будут ли развиваться отношения Татарстана и Великобритании в сфере спорта в Великобритании? Будет ли помогать нам Татарстану? Да, спасибо. Связи в спорте, первый вопрос. Самое важное на горизонте – это Чемпионат мира по футболу. И то, что мы узнали, исходя из Олимпиады, которые проводились в Великобритании, – это сильный толчок к развитию спорта в обществе и в развитии связей в области спорта. Чемпионат мира по футболу в России будет последний в Европе за долгое время. Чемпионат мира в Бразилии… В Бразилии были десятки тысяч туристов из Европы, и многие британские поклонники футбола, фанаты футбола приедут в Казань. И я знаю, что наша команда будет играть здесь. И я думаю, что мы должны каким-то образом связать спортивные организации, и люди в основном занимаются спортом для себя, но сейчас 2016 и 2018 не за горами. И я думаю, что мы должны сосредоточиться именно на том, как развить связи между Татарстаном и Россией и Европой. И второй вопрос, касающийся скандалов. Я не могу много сказать нового. Пресса предлагает массу историй о коррупции, о допингах и так далее, и тому подобное. Но политика нашего государства заключается в том, что все подобные случаи должны тщательно расследоваться. Может быть, этим я ответила на ваш вопрос. Господин посол, что делают компании для того, чтобы доставить газ и нефть в другие области? И каким образом вы развиваете вопрос использования солнечной энергии, перезаряжаемой батареи? Как вы думаете, российские и британские ученые будут работать совместно над разработкой альтернативных источников питания? Да, я думаю, это вопрос, который, естественно, обсуждается. И как правительство мы продвинули закон, мы должны уходить от использования традиционных источников энергии, переходить на альтернативные источники энергии. И мы должны эффективно использовать технологии и развивать эти технологии. Это энергия ветра, солнца. Это все вопросы, которые связаны с сохранением энергии. Компании, с которыми я тесно работал, это British Petroleum. Это компания, которая пытается продвигаться вперед, используя другие источники помимо нефти. И за следующие 50-60 лет, наверное, ситуация все-таки изменится. Большое спасибо. Я думаю, что можно сказать точно по поводу альтернативных источников энергии. Так это сейчас очень развивающаяся тема. За последние два года стоимость солнечных батарей упала на 18%. И здесь ученые могут конкурировать друг с другом. И международное агентство по энергии выпустило результаты, и эта область развивается гораздо быстрее, чем ожидалось. И я думаю, что все-таки мир перейдет на определенные альтернативные источники энергии. Как уже господин посол сказал, в Великобритании мы очень заинтересованы в сотрудничестве с другими странами, особенно в России, по поводу того, как мы можем справиться с этими сложными задачами. Проблема сохранения энергии и форума, организованный Министерством энергии в Москве. Мы встречались с главным советником Министерства иностранных дел, и мы проводили семинары и обсуждали, как мы можем развивать лучшие механизмы сокращения расходов, и как мы вместе можем это сделать, как мы можем отвечать глобальным вызовам. И я думаю, это хороший повод для сотрудничества. И это не только вопрос к инженерам и технологиям. Для экономистов это также вопрос того, как построить рынок для того, чтобы доставлять то, что необходимо населению с точки зрения доступных цен и разумных цен. Только надо учесть, что все альтернативные виды энергии сегодня составляют менее 10%, включая и атомную энергетику. Коллеги, наше время встречи с господином послом, с его членами делегации подходит к концу. Если есть один вопрос, если есть, кто-то настаивает, пожалуйста. Пожалуйста. Будем считать, что это не последний, а крайний вопрос, поскольку я думаю, что господин посол найдет возможность, и такие встречи у нас будут систематически проходить в этом зале. Добрый день, и спасибо за возможность задать вопрос. И у меня очень базовый вопрос. Принимая во внимание все политические изменения, которые происходят в данный момент, как образование влияет на изменения общества в будущем. Я имею в виду и в том числе обмен студентами. Вы в первую очередь имеете в виду выход из Евросоюза? Я имею свою точку зрения на это. И, как вы знаете, правительство не ожидало, что избиратели скажут «нет» Евросоюзу. И с нашими европейскими партнерами мы не понимаем, как можно налаживать отношения. Но то, что будет в будущем, я думаю, что второй вопрос еще важнее. Германия, Франция и Италия – это наши важнейшие партнеры. Мы путешествуем в эти страны, мы из ближайших к нам стран, Германии, мы не понимаем, как можно обходиться без этого. И что касается образования, в Великобритании проходят политические дебаты по поводу вопросов о миграции. И миграция также имеет связь с образованием. Если вы привлекаете большое число иностранных студентов, вы должны принимать во внимание и принимать решения по поводу количества студентов. Это влияет на репутацию. И в условиях современной экономики мы зависим от новых талантов, от идей. И это часть экономики, это часть развития в 21 веке. И мы уважаем мнение определенной части населения, которые бросают вызовы. И моя точка зрения – мы должны оставаться открытыми для внешнего мира. У нас глобальная экономика, открытая экономика. Это означает, что наша экономика открыта для ярких, талантливых, умных людей, которые предлагают свои идеи. И я надеюсь на то, что это все-таки случится. И еще один момент. Я думаю, это хорошая конечная точка. И если мы говорим об образовании, мы чаще всего говорим о школах и университетах. Но это только часть образования. Я закончил университет очень давно, еще в 90-х. И когда я начал 10 лет спустя учиться на мастер бизнес-администрирование, мне понадобились новые знания. И когда я проводил время в своем офисе, мне требовалось все больше и больше знаний. Но мы строим свои... Я все еще учусь и приобретаю новые навыки для своей работы. Мы никогда не останавливаемся в нашем образовании. Мы всегда должны слушать. И наше образование никогда не заканчивается. Когда вы выходите из стен, например, Казанского своего университета, ваше образование только начинается, оно на этом не заканчивается. Вы должны продолжать учиться. Мы перебрали все время отведенные нам для встречи. Большое спасибо вам, господин посол, за встречу, за прямые ответы на те заданные вопросы, которые здесь прозвучали. Я еще раз хочу вернуться к своему предложению. Хотелось бы видеть вас здесь чаще. И многие наши проекты в этом случае и в области образования, научных исследований, да и в области культуры, они бы получили, наверное, новые звучания. И самое главное, появились бы какие-то идеи, которые бы способствовали большему нашему возближению. Спасибо большое, коллеги, давайте походу. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ